Всем привет, это продолжение моего ФФА сериала на десятерых в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то перейдите к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Не, Арчи, я спокоен, что это ты пришёл, ладно. Он уже? Ну да, он напал. Зачто такого-то проблема только в деньгах. В деньгах? У него там по 60 монет под доходу. Нет, я говорю, вообще, в принципе, проблема только в деньгах, вы, типа, кого? Кусок говна пришёл, этого строителя стен. Вообще жесть. Ну, почему он нормальный такой чел? Так, Киото, Акайяма. Акайяма, КамАЦУ, 2 КамАЦУ, из Сидзуока никто не бегает. Это была супер-рамбовая игра. Камикадзе, только не сдавайся сразу, где стены в твоих городах? Стой, парень. Эй, я успею, стены, да, постойте. Стой, 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 что за пол так? Все стены. Сейчас у меня рыцарь достроится, он даже все еще ходит. Я успею, стену построить. Кто знает, тут прокачка гарнизона, она работает, если в чужом районе находишься? Да. Вот мне дали одну халяву у великого человека. Почему я не считаю, что он говно? Да я считаю, что он говно. Сейчас бы он Камикадзе очень зашел как раз. А что ты его сегодня оставил для меня? А я и не знаю, у меня за по нулю он был. Ты его пропустилками, которые... Или у тебя ни одной промзоны нету. Ни одной. А ну вот поэтому тебе и... Русский, давай ты мечника убьешь, который красненький, я-то встану на его место. Я пытаюсь. Мне интересно другое, а... Ты будешь вообще нападать на Санкт-Петербург, а ты просто так решил постоять и помешать? Конечно, буду. Я жду, пока ты снизишь своего мечника, не могу вывести никуда. Я арболитиком не стреляю, потому что из клетки надо убрать. Удали, удали мечника. Это же безумие какое-то. Вы там какие-то разборки местные настроили. Вот Арчи вырывается и все, вы что там делаете? Что там Арчи вырывается? У него лучший ученый, который только можно будет взять. Сформазите вы его, что вы от нас хотите вообще? Мы с немцем сидим и все знают, где от этого Арчи. У нас две державы разделяли. Вы с немцем, понятно, у вас там ваша игра, от нас, на двоих. А, что вы делаете кавалерии и пушкам, расскажи. Вазилицем я в кавалерии. Шпиору засылайте, вы грабьте все. Хотя бы я это. Не, ну не то, что грабят, а нужно с двух-трех сторон к нему прийти и все. А, чувак, и предложение есть. Если он сейчас забирает спокойное камикадзе, то действительно можно спокойно скраптить. Платильник науки дополнительно на два университета стоит. Здесь Кампуса, сейчас библиотеку он получит, еще пуст хороший. С этого Арчи тебе не нужны были нам, да? Да, все равно Кап науки 200 сет, как бы больше 200 тис смысла нет брать. Вот он сейчас заберет Конго и у него вообще соперников не будет, так у него хотя бы со всех сторон к нему могут прийти. Нет, я ему не такой там соперник. Подождите, у Конго, у Конго вообще-то соседи тоже есть, если он забирает Конго, то... Я бы в Конге. У Греи нет защиты. У Греи, наоборот, нет атаки в смысле. Блин, никто нажал. Сарик Кераминю нажал. Обратите, обрати пожалуйста внимание на количество армии у людей. Че-то Арчи, я завис. Да все зависли. Да нет, ход просто прогружается. Все зависли, таймер идет, а... Да, учиться. Таймер идет, а кто-то не... А мне-то даже. Не-не, я текаю, и в твою ликнуть, и начинается опять. Если не тикать могу, ну ничего нет, я не делаю. Тикать, да, а вот, прогрузилась. не знаю я хожу я не а вот вот ну я не пробуду все же уходов кавалерии по рыцарям через реку да я не прогрузился шоке что надо может паузу поставьте я тебя не атакую не бойся да я походить не успею всеми видами у тебя какой-то рок играл сейчас какая-то книга аудио вроде из игры вообще звучит мне даже стало интересно кто быстрее заберет Питер Че Арчи, тебе нужны деньги, нет? Да, да, давай Сколько надо? Сколько, Арчи? Конечно, сейчас кто? Зачем Арчи? Он так богатейшая страна стоит один сейчас меняю Я думал, чтобы он напал на русского все мне нужен был заслон от русского только из-за этого потому что камикадзе на русского потом не пошел слишком большая территория была я из-за этого давал сейчас зачем давать я бы взялся дальше я бы взялся дальше господи Зачем вы давали деньги австралийцу? Хорош О! Не знаю, там несколько человек дало деньги австралийцу чтобы он здравился я австралийц мне дал один человек но я его не назову там юнитер Гэшка просил 140 золотых не, ну просто я не вижу зачем давать деньги лидеру я тоже не понимаю зачем давать деньги лидеру зачем вы даете? до конца игры просто и мне сейчас как бы а что ты хотел зенец? ты думал, тебе позволят меня забрать? хихихихих ты такой тимон ну вот теперь я эту игру не могу выиграть вот молодец загмался от меня у меня рассинхрон паузу, пожалуйста у нас еще ход не начался ты мне пожалуйста ничего не делай с твоими арбалетами началась тяна ничего нажать нельзя молодец ты даешь деньги другому игроку чтобы он победил в этой партии специально, да? ах ну ты в курсе что это не противоречит правилам группы что человек должен играть на свою победу вообще а не на победу что иди иди играй в командные игры 2 на 2 бери с собой арчи играйте там 2 на 2 передавайте другу деньги у меня логика простая у меня логика простая вы не помогли австралийцу а я буду помогать подожди помолчи вот ты ты на джека наезжал что типа он тебе не дает говорить или ты ему не дает говорить давай джек говори у меня сейчас здесь благодаря вот нескольким людям которые здесь вот играют у меня упорка до конца игры просто я уже здесь не могу победить ну замечательно так а зачем ты портишь игру всем остальным и пытаешься сделать чтобы другой человек быстрее победил кто все остальные кто я камикадзе кто Дим Кабао кто тебя испортил ты берешь просто 10 человек играет и ты берешь портишь эту партию просто потому что игровой момент не ну а почему он со мной в союзе он мне как союзник передал потому что партия партия в целом приду подразумевает что каждый играет на свою победу как только кто-то один начинает другому слишком помогать чтобы тот побеждал на этом собственно партия заканчивается его не слишком помог мы там помог 400 голубые ребята 400 голубые это мало это 5 кав это не 2000 хотя бы это 5 кавалене который на данном этапе очень нехило нехило так почему пауза у нас потому что рассинхрон у Арчи рассинхрон все хорошо мы там немного понимали я вот я не вижу вот вопрос почему со мной никто не захотел заключать союз Арчи захотел заключить союз я тоже хочу с собой я только-только сейчас открыл гильдии вообще-то я согласен я согласен опять-таки вот ты непосредственно не пропустил меня никуда я тебе дал границы и что я не понимаю почему все должны делать то что ты хочешь ну слушай ну это какая-то какая-то хрень никто не делает так как ты хочешь в игре давай всем испортим игру ну это просто знаешь красными буквами пожалуйста ребята не играйте больше со мной ну что это за хрень ты берешь 10 человек это из разряда ты приходишь ты приходишь во двор во двор с кем-нибудь поиграть в футбол потом тебе не понравилось они там решили в квадрат играть вместо того чтобы в футбол играть ты говоришь ну все это я забираю мячик и ухожу домой да типа такого а были такие ребята ну да были Арчи ты загрузился? да да я же сказал вот Жек мы же тоже с Лешей могли в упор уйти тут воевать друг другу портить игру там и так далее ну это же нормальное явление не просто если бы Леше мы тогда не помогли с деньгами он бы скорее всего пал ну что я бы такой ну все раз вы мне не помогли такой не знаю что мне сделать нет а вы помогали Леше я помогал Леше потому что я преследовал своей цели в плане в плане выхода на победу ты добился своей цели Арчи построил 8 городов я в 3 города в основных игр а так у меня было 8 городов ладно все меня бомбануло сейчас просто на херобе слушай русский вот тебе было недостаточно одного раза что у тебя мечник и арбалет не ходят ты решил еще одного мечника построить еще раз так сделать австралийц ты будешь мириться? сейчас давайте мне сказать Кер я еще 5 ходов тебя подожду если ты присоединишься то ты будешь воевать если нет то я заберусь у меня бомбарды просто сейчас мушкетер еще раз говорю я у меня дружба с Германией ты не будешь писаться да? сейчас никак не пишусь ну давай тогда мириться ну давай у вас какая то странная война то есть вы вроде бы типа воюете но при этом никто ничего не захватывает так он не прошел бы здесь я понял я понял ну да просто я к тому что мне смысл лезть туда сейчас вообще никакого нет тем более я в союзе с ну в союзе говорю у нас дружно подписано с немцами ну все короче мы не атакуем друг друга войска я уложу да? да да спасибо за правду да не до что японец в ритм тут проводится и без защиты и что? и что? и что? он попадет в ближайшие годы да он просто отойдет ну если тут пофигу что он стоит не стоит он не пропадает а никто не хочет помочь мне против русского деньгами просто деньгами зачем так русского сейчас все равно захватят против японца потому что я не знаю зачем она меня напал можешь в Санкт-Петербург захватить чтобы слушай что у вас учитывая что японец объявил войну или американец объявил войну нет японец мириться с американцем ты не понял мы вдвоем окружили Санкт-Петербург с двух сторон и кто-то из нас должен его взять ну по логике Питеру надо с кем-то помириться зачем зачем он тут не игрок ну хорошо он помирится с американцем я может отойду я не думаю что американец будет мириться я буду мириться тут русский уже не игрок он все что значит мне загрузка пошла так учитывая четверых у четверых рассинхрон надо паузу ставить там проблемы с таймером не будет никаких а то есть играем играем дальше или что а кто вообще в рассинхроне ну я бы попросил я как бы воюю там я же не так давайте решим я смотрю американец ходит например американец ходит а у тебя рассинхрон сам лёш а как у меня рассинхрон есть я вижу что американец ходит я тоже играю ну ну мы с тобой не рассинхроны в чем у нас проблема у нас поэтому у нас рассинхрон сейчас только про себя говоришь по-моему у меня рассинхрон не особо важен не особо у арчи еще у кого-то я слышал там что-то про четверых джейс че да у четверых шубов так я прогрузился у меня было рассинхрон то есть из тех кто воюет рассинхрон был по моему только у арчи нет у джека только что он сказал он воюжик извините я не вижу что все у нас нет но они же не воюют да мы договорились все у нас нет мы не воюем тяжело идет то виснет то виснет то виснет сейчас я вам не удалю полегче будет в каждом кажется лучше он будет пересоздать виснет постоянно да подожди сейчас русского тут не будет надо пересоздавать когда людей поменьше станет конго тоже скоро не будет ну да не ну как бы тут вопрос такой а че делать мы потом будем с польшей слушай американец давай ты меня отдашь питер я тогда быстрее побегу конго хотя бы помогать а я воевал с русским я убивал его войска давай я тебе отдам просто так города да нет подожди ты захватил два его города извини извини я с ним воевал с время он от меня войска убивал твои войска ни одно не тронул потому что потому что потому что потому что я с ним не воевал я напал на него только когда у него уже остался мечник и арбалет то есть ты с ним не воевал давай я тебе по этому города дам правильно нет не по этому потому что я могу конго помочь так уводи войска сейчас помогай нет я питер хочу захватить ты ж видишь что русский на моей стороне он тебя ненавидит меня любит мне отдаст все это проблемы русского марч я так и не походил до конца я вот только два раза сходил молодец ты как бы всеми походил пока я сходил не всеми двумя блин ну и по-разному ты город забрал обратно как ты не всеми ой город забрал ты о чем у меня город со стенами стены построились о чем ты говоришь я ни с кем не сходил рыцарь как появился так и стоит улеч смотри торговлю да я видел предложение я не могу модифицировать потому что ты в общем увидишь вот убил у меня рыцаря воина убил я тебе предлагаю купить у меня люксы вот чего я тебе их положил а город ты не забрал потому что стены причем этот перешейк он почти всегда есть на пангеях как будто он есть какой-то скрип у нас все горы то есть вот на нашем континенте где шестеро все горы то есть ну да ну поэтому у нас с наукой так все печально у меня ни джунгли ни горы ничего я вот еле 130 сделал еле еле у меня все кампусы на плюс один стоят от соседства района исключительно воюю я не могу ходить как обычно второй ход делаю ход потому что он видимо в конце потом погружается каким-то образом рандомным так бразилец давай и так я тебе потом отдам в общем хорошо так а есть где чудо света с двумя клетками самое главное понравилась позиция лёша я буду захватывать питер но поэтому убью все твои войска ну я сомневаюсь что мы с тобой договорились типа что я приду говорит давай ты мне питер отдашь ты говоришь нет что мне делать ну извини как бы позиция была у тебя такая я тебя объеду в войну я захвачу все убью все твои войска а потом отдавай нет извини почему какие убью все твои войска я такое не говорил у меня такой позиции нет я убил те которые вокруг города стояли ну правильно потому что у меня все войска стояли около города ну ты слушай ну не надо я тебя убил 3 или 4 юнита это не все твои войска плюс еще там русский тебя обстрелил напоминаю вообще если посмотреть ну по армию у него войны мощь 392 да как эти больше а это то есть еще второй фронт и как бы там тоже войска стоят слушайте скажите где чудо какое на несколько где там этот барьерный риф у кого ну вот тут рядом эльф я для якуты где 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 ярославль у него там пищи культура по кругу но его моё урл пирожка было чудо нет там говно чудо оно было не в тундре оно в нюлях не в тундре даже просто снега аааа да вижу просто снег поэтому оно в говном случае аж да а чё оно так заспавнилось странно не почему бывает да да у него часто даже так бывает потому что так скажем тогда печаль это вообще троллинг какой-то со стороны игры типа ты русский да смотри есть чудо такое тут вот рядом с тобой но оно неиграбельное нормально все прощай оружие камикадзе ты открыл эти союзы там всякие да какой хитрый ход со стороны американцев типа убил мне всю армию говорит а разве нет ну а вот это что прибегает это прибежала прибежала кавалерия которую я апнул ее пришлось ввести с другого с другого фронта который я рассчитывал на типа идти на поляка вместе со так давай мириться я не понимаю вот будем пароваться ради санкт-петербурга я те по-моему я самого начала говорил что я буду санкт-петербург это есть я ради одного города я не хочу я в союзе с русским я ничего делать не буду ну когда война была так я вообще-то объявил войну русскому как только у меня закончился союз я на минуточку давай его распилим скал не я не буду с ним воевать мы с ним союз все такой это ну ладно ок тогда я пойду один его выбирать так так в чем проблема сейчас мир заключить я жить и не мешал два города там захватывать его то есть без проблем было помешать как союз так союз с русскими мог пойти этой армии которую меня было после конга ну не сделал же этого ну так не мешал да ну не просто дело в том что я с позиции вот американца согласен абсолютно потому что он реально все сделал а потом приходят люди и забирают то что должно быть его в чем резон отдавать это ну резон в том что я могу в другую сторону пойти с поляком воевать иначе сейчас конга просто забирается так это надо было и сделать зачем а мне слушай то есть я всю игру сижу занимаюсь тем что помогаю всем вокруг а сам никак не развиваюсь чем кому ты помог ну тем что буду конга воевать ну а как это помогает нам то всем никак чтобы польша победила чтобы больше не победила в смысле ну я смотрю просто по карте я просто вижу теперь этот кусок я вижу что американец как бы шел забирать города он подошел их забрал убил русскому промку остался один город и пришел его забрал нет русского два города и теперь у русского два города и два города и забрал не было то 4 но ярославль питер и тула я так понимаю я и говорил что тула без проблем я отдаю японцу как бы она мне не нужна или бы я ее сжигал да американец сейчас заберет обратно этот питер да и все я просто по армиям смотрю что тут ну как бы кава она и есть кава ну да ну потому что мне тоже надо развиваться какие-то города захватывать нет забирай канди забирайте пили какой канди ну ты посмотри на концу ты говоришь блин ну что ну чушь ты несешь ну какую чушь ну что стоит канди рядом стоит канди стоит за горами во первых атакуются с двух клеток во вторых в нем ничего нету просто в них ничего нетом регсе не было Senor Адма в домах я просто для рассление было раз два три места для расселения туру у тебя давал от такомац у ставился какое три места где место для расслеления покажи мне канди каким канди в пустыне я не могу на речке поставить на речку нельзя ставить ну посчитайте клетки акведук прямо такая проблем пос manifestation место и 바�оза на побережье ставится города на ура там нету там нету ни производства ни еды вообще там пустыня голая но не считая того что там 6 холмов сейчас плюс медь плюс люкс нет вообще кто что думает про candy вот мне интересно это мне кажется что город хороший или 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 лёша про что он город а арчи как считаешь это плохой город или нет ты видишь candy камикадзе может пишет расскажешь мне просто непонятно вот такие города это называть говно городом ну как то я совсем чуть не понимаю там-то три жители это понятно но там ставится акведук и он растет себе дальше просто там я смотрю на про не подожди ты ты просто вот голословно говоришь конкретно объясни как ты собираешься candy развивать объясни какие какие до хрена промки тут шесть клеток у нее у него есть все шесть клеток и все говорить можно говорить подожди нет еще ну потому что вот у нас с американцем идет война сандра влезает с другой стороны вообще вообще с другой стороны карты иди реши свои проблемы там у меня проблема в том что у меня сверху у меня проблема то что больше тут есть и есть американец мне тоже на какие-то свои проблемы решать с развитием ты предлагаешь мне решать проблемы с развитием нападая на candy через через одну клетку блин через холмы решать я говорю что это готовый город это не надо строить поселенца у него хорошее место и я не понимаю почему его не брать ну если это плохой потому что одна клетка по холмам ты посетил к юнитов у этой кайты смена заставить эти все юниты бомбить в то время как американец берет питер там две рыбы там можно ты ну хороший город но о чем можно говорить как бы там и люкс есть и и и железо я смотрю там есть чем город то плохо сандра тут вопрос заключался в другом я предлагал идею что я добираю русского потом из четырех сторон нападаем на польшу чтобы его страна с каких-то четырех сторон нападаешь на польшу четырех потому что бразилия америка ты и конго с какой ты стороны нападаешь на польшу чтобы все нападать на польшу как через меня надо у меня проход через антибары поленки надо стояли войска на на атаку бразилистыми нападать хочет да я не собирался на кого нападать меня была такая идея что вот я добиваю русского чтобы напасть на поляка теперь такая вариант есть надпадает потому почему естественно это не у тебя забрали я забрал города брали я забрал город этот ты воевал с русскими русский от тебя убивался на потом пришел ты и добил мои войска которые убивают когда которые воевали с русским по как надо было по-другому питер забирать давай гига он не подскажет ничего правительства поменять много он есть какой-то штраф когда обменяешь правительство верну не так ты правительство можешь заменять только когда у тебя социальный институт есть либо за деньги больше еще оклан здесь очень замечательно просто начало войны поменял автократии теперь хочу обратно республику взять все тут только что открыл новый так ну что все литры у меня нет где можно хотя может будет как 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 с железом который я не увидел подсвечиваться что можно погибать на штраф какой то есть между революциями я дурак мальны карточка не ставится да но я выражался не заметишь так почему-то сразу была такая мысль что-то нажал на там с астралийцем если кто-то хочет свою сдавать очень много я не открыл еще не надо в кавалерии кранцы американским с американцем союз бы заключил запрещать мне справа континента ну справа полу континента ничего не нужно потому что все видишь да там уже все вижу собственно говоря он нет я кусок сверху от польши увидел там территории для расселения вообще бешеный я же говорил это мало того что вот это очень круто земная там сверху не хуже в общем надо сеул окленд плюс научная кпшка закончена карта не путаника монархии убрать так ну надеюсь я понял задумку американца что он типа изображая что мы воюем тем не менее сейчас пойдет на поляка арчи а сколько тебе осталось до взятия конга я это я это к тому что сделать сейф и загрузиться я сражу жизнь прожить не поле блин чем меня анимации лидеров включена так это все вот это медленно делается ну ладно ребят я пойду спасибо за игру давай спасибо спасибо у русского овощи на городов да да ну да а 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 как а а а а а а а а и у немца тяжелые отношения с соседями и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Я могу предложить, что ты мне найдёшь Питера, мы идём на Польшу. Не хочу тебе отдавать, Питер. Тогда мы будем за него сражаться. Потому что я слишком много потерял в этой войне. С твоей помощью. Ты потерял 4 юнита. Это были мечники. Это были мечники и лучники. Но 5 прокачанных на 4... Это враньё. Это враньё. На 4 никто там не был прокачан. Были там прокачаны на 4 юнита. Зачем мне врать? Блин. Ребят, если вы не договоритесь, мы уже скорее всего не догоним. Я потерял слишком много в этой войне. Ну, то есть давай потеряем партию просто, да? Ну, а чё мне сейчас с места науки делать? Я потерял слишком много в войне с Конго. И что сделать? Ммм, да. Войска от ГГшки, круто. Нет, он вообще-то у меня города захватывал. Один город, который ты вернул на следующий ход. А ты потерял 4 юнита. Круто. Я потерял 4 прокачанных юнита. Которые могли составить конкуренцию. Я уж молчу о том, что из-за этой войны я потерял, по счастью просел. Ну, это его войска, которые, опять-таки, убиты были в результате. Которые не должны были быть убиты. Ну, это дело твоё. Ну, ты продолжаешь дальше воевать и будешь сейчас потерять ещё юнита. Я продолжаю дальше воевать. А может, и я ничего уж не сделаю. Надо объединиться и идти с Польшей. Ты получил города, я получил город. Ты два города нормальных получил, я один. Тула – это вообще не город, это… Один-два города нормальных, да, два жителя. Круто. И ты в Питере 10 жителей получил. Круто. Бразилец-то хорошо всего нашёл, это полезно. Да, кстати. Угу. Злезли капчи. Мне сейчас идти на Польшу смысла нет уже. Хорошо. А смысл мне тебе отдавать Питер тогда, объясни мне? Чтобы потом опять пойти на Польшу, да? В чём, в чём мой профит? Объясни. Триста сорок науки, как бы, если мы все не нападаем, то чё мы играем-то вообще-то? Я уже, я же говорю, достаточно. Кап науки, кап науки – двести пятьдесят. То есть всё. Ужасно. ПБД. Нет, вы, конечно, можете попытаться в Польшу таву этими трупами закидать? Сабель. Никто не хочет как-нибудь в этом участвовать. Да, я играю, я в вертолётах уже скоро будет, так что… Понятное дело, что ты где-то далеко будешь, но хотя бы попытка была бы, а так просто, какие-то споры бесполезны. Угу. Да послушай, пока они придут, ещё масса… Ребят, а не договаривайтесь побыстрее, это время дейте. Если не договаривайтесь, серьёзно, делать нечего больше. Это у меня эти не достроились ещё, ламбы, и сейчас я учёного ещё заберу. Ну, короче, скоро будет пятьсот минут. Нормально. Ну что, скорее всего. Ну что ещё. Ой-го,лушный путь. Псыва какая-то слишком дисбалансная, мне надо ли псы как-то отредактировать. У кого-то благовоние, а у кого-то, как у меня сейчас эти свинки или олени. Ты понимаешь, даже не в люксах дело, самый большой дисбаланс это ГГшки. Дайте мне Женеву и Кумасе, и я выиграю по науке и по культуре даже без единой театральной площади. Да причем здесь это, у меня была Женева, и что я по науке далеко кого-то обогнал? Ну немец, ты шел по науке в районе со мной, когда я построил в трех городах, в четырех кампусах, а ты не в одном. Ты молодки в другое место мог тратить из-за этого. Ну я не знаю, тут... Нет, дисбалансы... Просто давать Питер американцу, просто давать ему его захватывать, я не считаю, что это правильно, то есть... Я вот на днях сыграл еще одну партейку в Beyond Earth, и это небо и земля, там столько возможностей есть. Странно, что игра все-таки так не популярна в итоге. Потому что когда она вышла, там не было куча возможностей. Ну это понятно. И никто уже дополнение через год, через год уже никто не ждал. Она у меня есть, но она даже удалена. У меня тоже она есть, но она без дополнения. Это же мне денег жалко покупать ее. На распродаже я брал... Эдон. Да не, если было хотя бы Unity по ней нормальное какое-то более-менее хотя бы... Ну небольшое, но хоть чтобы можно было игру найти реально хотя бы одну в неделю. А то просто никто не играет. Ну так с компьютером играть? Ну это не то, скучно. Астрономии смачьи мосты и дипломы себе дать руку. Твою ж мать! Ну стреляй ты по нему, господи! Сандр, у тебя там земли, да? Посыпало. Да вы вдвоем как раз появились, зеркально практически. Вверх и вправо огромное пространство. Так, опять полководец. Формирует армию. Ну так что? Мы признаем победу Польши или будем дальше? Как я понял, мы ждем пять ходов и... А что мы ждем? А что мы ждем? Нет, а что вообще признаем победу Польши, я не понимаю. А те, которые на другом конце карты, даже не соседи Польши, они что делают? Ты посмотри счет. Счет посмотри. А что ты предлагаешь нам сделать? Стали с 90. Нет, ну вы же не воевали, развиваете. Вы уверены, что вы типа вообще никак ничего не догоните? А мы же с атомными бомбами играем, можно же приплыть, кинуть на него атомные бомбы. Как минимум все. Сейчас он первый в атомные бомбы. Да, выйдет, но... У нас первые хотят атомные бомбы и полетят. У нас ограничения же 1 плюс 1. Нету? Нету. Ну даже в этом случае, как бы закидать 10 человек на карте, ну в 9 уже 8. Ах да, вы все проголосовали против. Я не знаю, ну 35 тех у поляка, 34 у перса. 31 у перса, 34 у грека. Я не думаю, что... Грек тем более говорит, что он может там воевать с ним. Я не... Почему так сразу все сдаются? Чего никто не хочет даже... Попытаться что-то сделать? Ладно. Я могу воевать пока вертолетов там нет. Они, я думаю, там будут уже очень скорости. Сейчас я в каву выйду и попытаюсь. Здесь единственное, кто может против поставить, это, я думаю... Сандро, от которого все игры развивался. Сандро, ты что скажешь? Там 130 науки. Да, это... Как это догнать? Вот как это догнать? Да никак это не догнать. Он закроет все техи намного раньше, чем вы. Но я думаю, что он всех убьет. И не значит, что он улетит, если вы будете ему мешать с воды, например. Каким образом ему с воды мешать, скажи мне? Очень просто. С любой стороны. Блин, да. Для него только быдбищ на воде, все. Почему еще два города? Ну, это не два города, это так. Под лодкам с атомными бомбами вообще все равно, сколько у него городов на воде, а не докинут куда угодно. Высла-то в том, что атомные бомбы он раньше придет. Понятно, и дальше что? Ну, вышел он в атомные бомбы. Что это изменит? Ну, кого-то он может убить. Но, кстати, ему никого убивать не надо. Он не вытянет пол карты держать. Не понял, где тут селитра. Давайте посмотрим. Не, ну в таких ситуациях, я думаю, проще новую начать, чем всем миром одного долбить. Почему? Берега. То есть ты там в тепличных условиях посидел развелся и типа круто, да? У него были соседи, он развивался. Типа в него были тепличные условия. Ну, а кто виноват, что на него сейчас нападают все? Типа всем нападать плохо, а когда тепличные условия это норм. Не, так какие условия тепличные? У него не такие уж и условия были. По мне, у того же бразильца поинтереснее было земля. Да не вообще. Не, у бразильца тяжело было города очень поставить. И воды нету. Смотрю, вообще шестерка пока настолько зависима от респа, что это не раздражает. Конечно. Из-за всех этих бонусов соседства, люксов с четырьмя промки на старте и прочее. Ну, не сказал бы, что так сильно зависимо. Вот если бы с нами просто экстайл не захотел с нами играть. Он при таких говняных позициях утягивает игры, что… Но здесь все равно, каким бы хорошим игроком ни был, многое зависит от респа. Нет, я не спорю. Так что в любом случае, даже начальный бурс у тебя будет зависеть от респа. Понятно, что выигрывают как бы из плохих ситуаций, но в данном случае для этого надо что-то сделать с текущим лидером. Тут просто отрыв очень большой. Я не знаю, как тут что-то решать. Мы досидим за ядерного оружия. Просто смешно. 500 науки. Там любой тех один ход просто откроется. Ну да, у меня со всех тех и по одному ходу. Что я иду. Я уже на все на всех ход вертолетах. Ну а за счет чего у него 500? Ученые и города с построенными корпусами он забрал. Ну, две ГГшки у меня по шесть послал. Две ГГшки по шесть послал в карточке, соответственно, уже лабы стоят. Ну лабы еще не стоят, как бы они строятся. Да блин, как ты выбираться-то? Не знаю, я бы голосовал, если бы начал новую игру. Давайте проголосуем. Да и все. Да. Ну ладно. Чего? Не, но Саджека, Хангрей, что ты можешь сказать? Да нет. Меня просто немножко надоедает играть, когда мы ни одну игру не доигрываем в итоге. То есть вместо того, чтобы всем… Я за играть! Нет, это понятно, что ты за и я за, но надо было что-то сделать для этого. То есть когда люди там обсуждают за один город, хоть дерут с бесполезными шестью жителями, вместо того, чтобы как бы пытаться снять лидера. Ну поэтому все и голосуют потом. Ну это всегда так. Я еще давно говорил, что в античности… На другом конце картинета сказал, делайте сейчас, пока он слабый, не ждите, пока он станет сильный. Нет, честно, так жестко у меня уже давно не было, что 91-й ход, 520 науки. Ну это как-то чересчур жестко. Ну там хорошие места и все, как бы хороший игрок играет достаточно. Так, давайте загрузимся. Давайте загрузимся за поляка посмотрим. Ну максимум 200-250. Поварищ, а что, там старт такой? А я не вижу кампуса. Еще раз увидишь. Кампуса тут стандартные. Ничего тут хорошего в кампусах нет. Сейчас я сделаю его на шесть более. Ну вот, Арчи, по-твоему, какая причина твоей победы? Это ГГшка, меня забудь с тебя очень сильно. Только с кей. У меня тоже было 2 ГГшки по шесть послов, только у меня было 200 науки, а у тебя 500. Ну да, у него получается Сеул и Поленке давали… Сколько там дают-то? Я уже забыл. Плюс четыре науки, значит, одна, плюс восемь науки. И, соответственно, сколько у тебя кампусов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Именно твоих я не считаю, Банзы Конга, восемь. То есть эти ГГшки давали тебе науку. Плюс Поленке дает плюс 15 к росту, да? Как к союзнику. А Сеул что дает? Да, но у меня там часто, у меня перебивали ее. Вот, при переходе в новую эру получается случайно. Ну это так, озарение, конечно, приятно, но… Мне за немец обидно. Такайте, земля у него чтоб не вышла. Да, у немца тоже, блин, вот там реально… Да и по соседству у него мало соседей было. У него на данный момент половина городов стоит на другом континенте. Половина городов. Он мог еще столько же поставить. Вообще, там, во-первых, два континента расы, и вторые там ресурсы, типа шашеланд и слоны. Да поймите, самая главная промка в начале, тут неважно какое там… Так я и говорю, что у него промка была… Редко на промке 2-3, 2-2 хотя бы, пару штук в начале, все, это хорошо. Если их нет, то это плохо. Ну, вот у него как раз такая земля и была, что там необработанные люксы, это клетки просто шикарные. Ну… И там земли было под городов пять, может шесть. Я еще хочу сказать, что у поляка очень много клеток именно на еду. Вот у меня, например, на старте… Точнее так, у меня только у одного города были бананы, то есть три еды. И вообще старт и все полностью… Там только две пшеницы 2-1. А все остальное степь, ну то есть 1-1 и все. То есть у меня вообще расти невозможно было. Я так понимаю, что Арчи очень быстро вырос. Особенно столица, я смотрю у него тут… Столица прям стоит на четырех клетках с офигенной едой. Два банана и два молока. То есть у него сразу столица очень быстро выросла, он быстро поставил нормальные города. Да. А какой ты второй город поставил? Лодзь или Познань? Первый – Познань. Познань? Потом Лодзь, да. При этом у него еще куча холмов. Но я правда не знаю, это ты вырубал джунгли или они у тебя сразу были? Где именно? Ну, Гданьск, например, Плотск, Познань. Просто я тут куча холмов вижу, но так как тут джунгли есть, то непонятно, ты их вырубал или они у тебя сразу. Вот эти холмы, которые на лугах. Блин, отличная территория. Половина холмов, половина лугов. Хаджо и Промб. Да, да. Познаньск, джунгли, то есть еще нет. Познаньск, дружище на 91-м ходу. Да, это очень много. Через 2 холмы, так у меня ламбы не достроены, посмотри, у меня в столице не достроены. Так тебе они походу и не нужны просто. Я сейчас достроил бы ламбы, тут было под 700 бы нам. Да, два хода до вертолётов. Два хода до вертолётов, блин. Карл. То есть у нас 1200-й год нашей эры, а он в вертолёты выходит. Еретик. Не, ну, это где-то 110-й, 115-й. Ну, обычно, да. Не, ну, им тут по-любому надо что-то ещё с деревом технологии делать в любом случае. Потому что как-то слишком просто всё это идётся куда-то. Да, оно в конце какое-то. Да, им через фабрику надо переплести, чтобы просто на фабрике все забивают на верхний вид. Выйдешь ты в кавалерию или в пушки, то будешь строить свои фабрики, то придут к тебе. Тут проще ахнуть, все выискачем. Строить их тут не надо строить. Вначале коней настроил по два хода. Всё, это в будущем вертолёты там. Рыцари настроил. Тележек вообще, как в той группе все играют. Ну, там строят тележки, рыцари, кони. Да так везде играют. Логично. Ну, и тут ещё получилось, что вон соседи у него бразилец и конго. Бразилец тупо за горами две клетки прохода. Через холмы стой, защищайся сколько хочешь. А конго пошёл со мной воевать. И получается, вот. Хотя, я думаю, если бы Конга меня, например, захватил, то не так было бы весело Арчи. Я думаю, что после меня он бы сразу на тебя пошёл. Это я поэтому тебе и дал 100 голды, слово не говоря. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.